здравствуйте дорогие друзья с вами елена росгермания очень рада всем кто заглянул ко мне на огонек сегодня тема моего видео посуда которой я решила поделиться да друзья пришла к выводу что очень много всего накапливается и происходит естественный отбор как в природе не надо захламляться надо освобождаться и делиться красотой поэтому я приготовила вот такие предметы которые сейчас покажу вам некоторые вы уже видели а новые подписчики еще раз посмотрят и начну я вот с таких рюмочек это маленькие рюмочки из цветного стекла кто-то называет его орлекиновым стеклом кто-то карнавальным это винтажное стекло думаю что это производство или франция или германия во всяком случае здесь есть вот такое кремя клеймо которое мне неизвестно его плохо видно вот сейчас хорошо видно не знаю что это за бренд но знаете когда я находила такие рюмочки была увлечена очень цветным стеклом и оказалось что у меня вот они уже два года стоят просто в шкафу серванте или витрине и мы ими не пользуемся гостей у нас почти не бывает и я решила их все-таки продать или подарить ну пока как как получится в общем приготовила их на продажу рано или поздно я думаю каждый блогер с этим столкнется кто собирает посуду и развивает свой канал чтобы показывать какие-то интересные предметы ну и еще второе когда наступает время когда ты уже налюбовался как ребенок наигрался и тебе это стало неинтересно но я не скажу что мне это не интересно это конечно заслуживает авторитета и внимания и может порадовать но я решила все таки что пусть это порадует кого-то еще тем более что у меня появились запросы и вот я готова и с ними расстаться рюмочки эти маленькие всего лишь 5 сантиметров и объем них наверное 25-30 миллилитров и еще вот такие медовые стаканчики на ножке тоже рюмочка на ножке может быть лафитник знаете и я с лафитником не очень соглашусь но вообще рюмочка на ножке считается лафитник вот такие маленькие небольшие тоже рюмочки очень приятные такой люблю цвет медовый тоже стоят давно уже и них просто жалко что они у меня стоят невостребованные они тоже невысокие где-то я записала себе размер они где-то 7 сантиметров это жили 30 миллилитров вот ведь насколько эти 5 эти ну может быть 7 8 сантиметров это производство франция известного бренда люминарк известно что это мануфактура радует своим качеством прочностью и красотой стекла а потом позже мне попались вот такие стаканы тоже очень подходящие по цвету такой же фирмы их всего 4 и не тоже прекрасно смотрятся вместе стаканы для пива или для сока очень нарядные я считаю и такие вообще медовый цвет очень выигрывает когда в сервировке или знаете мне кажется даже вызывает аппетит такие рюмки стаканы когда будет стол сервирован дополнительно таким стеклом мне кажется это усиливает контраст между аппетитом и голодом давно мне попались вот такие рюмки очень похожи на наши лафитники на советские но смущен смутилась тем что они показались мне какими-то короткими и действительно посмотрев в интернете я увидела что в германии такие рюмки тоже выпускались и оказывается это винтажные предметы старое прессованное стекло именно такой формы попадается часто другая совсем вот подставочка здесь она круглая и очень часто встречаются граненые такие знаете форме 6 6 угольника вот именно такие я получила информацию что это старое прессованное стекло рюмки в отличном состоянии вот я тоже не знаю что с ними делать все таки решила с ними расстаться отличном состоянии видимо точно также стояли где-то в шкафу и витрине и не вызывали необходимости убрала салфетку так как стекло лучше видно на темном фоне вот такие два винтажных фужеры у меня оказались и они у меня очень очень давно мне кажется они сюда же с 99 года просто тоже были стояли и лежали в коробке совсем даже ни разу не пригодились это явно такие винтажные тоже я не уже у меня более 20 лет и выглядят достаточно винтажно думаю что года может быть 60 и 70 и даже похожие на 50 и форма такая интересная как колокольчик и стекло стекло конечно без сколов поэтому я до сих пор они не стоят я имею ввиду что если бы со сколами были они бы уже их не было здесь мне понравился рисунок хотя сход золото здесь очень заметен вот ободок совсем почти пропал но тем не менее они такие интересные могут представить для какого-то коллекционера заинтересованность заинтересованность ну эта вазочка мне абсолютно не нужна в принципе хотя такие интересные композиции можно составлять и внутри и использовать ее как подсвечник ну просто вазочек очень много тоже она в отличном состоянии стекло кто-то любит такие вазы можно освобождать место вот интересный подсвечник который сочетается с таким же стеклом из тонкого стекла здесь мне понравилась ножка смотрите какая она интересная похоже на петушиный гребешок украшение ножки и подсвечник сам невысокий ножка у него 9 сантиметров и объем чаши тоже 9 сантиметров причем этот подсвечник можно использовать как для цилиндрической свечи вот так и для простой круглой свечи называемой чайной свечой по моему он очень красивый пусть он радует кого-то другого ну и вот эту вазочку вы мне как-то видели в обзоре мне кажется я ее досталась она мне бесплатно подарить мне ее пока некому может быть кто-то ее и купит чтобы покупать новые находки нужны конечно средства правильно же поэтому я не думаю что это кому-то придет на ум там говорить о том что вот продает покупает продает нет какие-то вложения все равно нужны и когда соберешься от одного естественно приходит другое ваза оригинальная такой круглой формы смотрите какой у нее фактурное стекло эти вазы я посмотрела они совсем даже не дешевые ваза в полусферы и вот такая выемка и срез такой думаю что это хрустальное стекло эти французские рюмки хрустальные у меня такие были вот лет двадцать назад ну когда мы к тому моменту когда мы переехали в этот город эти рюмки остались такие же рюмки остались у моего сына они с удовольствием ими пользуются ну а я встретив вот такие четыре тоже сначала себе купила они в идеальном состоянии очень красивой формы их можно использовать как креманки очень красивые рюмки для ликера может быть для коньяка у меня очень много такой посуды поэтому я решила тоже с ними расстаться и еще две похожие но чуть чуть повыше тоже вот такие очень интересно использовать как креманочки под варенье а можно использовать для сервировки для раздачи салатов то есть небольшие какие-то закусочки такие как такие например как оливки когда большой стол можно я люблю такие вазочки в смысле стаканчики рюмочки использовать для сервировки по всему столу возле как например если 6 человек или четверо то можно возле каждого поставить такую еще рюмочку как для сервировки с фруктами или для варенья к чаю или для оливки для оливок каких-то мелких помидорчиков в общем я люблю такие эксперименты вот с такой посудой нетрадиционные использования вот дорогие друзья мой сегодняшний обзор подошел концу и мне хотелось бы знать ваше мнение об этой посуде что вы думаете какие ваши предложения может быть какие-то вы мне советы дадите поэтому я с удовольствием буду ждать ваших комментариев если вам понравился мой ролик не забудьте пожалуйста поставить лайк это является поддержкой для моего канала всего вам доброго желаю вам крепкого здоровья до новых встреч на канале и и ваше и 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 Субтитры создавал DimaTorzok